МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году появилась еще одна группа нижегородских добровольцев. Давай послушаемся с тобой. Послушаемся. 25-летний участковый педиатр Татьяна Потехина с заботой осматривает каждого маленького пациента. У молодого врача опыт работы почти год. И за это время она уже поняла, что больше всего любит в своей профессии. Видеть, как детки выздоравливают, поправляются, приходят выписываться, счастливые, улыбаются, здоровые – это самое приятное. Очень нравится то, что поликлиника оснащена всем дополнительным оборудованием для диагностики заболеваний. И также укомплектована врачами-специалистами. Татьяна Потехина вместе со своей коллегой Анастасией Козловой начала работать в детской городской поликлинике номер один Нижнего Новгорода почти год назад. И пациенты отмечают высокое качество помощи и профессионализм медиков. Семья Беловых всех трех деток водит за медицинской помощью только сюда. Мы закрываем здесь все потребности, все, что здесь нужно, все оказывают. Если нужно, дают направление в городскую, в областную поликлинику больницы. Поэтому необходимости не вижу в платном каком-то посещении. В профессию врача приходят в том числе благодаря мерам поддержки дефицитных специальностей. Медработники занимают вакансии в бюджетных учреждениях региона и обязуются проработать там пять лет. Объем единовременной выплаты – один миллион рублей для медиков с высшим образованием и пятьсот тысяч рублей для специалистов среднего звена. Это такое обоюдовыгодное получилось решение, потому что мы, как руководители администрации, заполучили хороших, замечательных работников, укомплектованность повысили, а работники получили хорошую финансовую поддержку. Всего из регионального бюджета в 2024 году стимулирующие выплаты получат 176 медиков, 73 врача и 103 специалиста со средним медобразованием. Устранение дефицита медкадров – одна из важнейших задач национального проекта здравоохранения. Ну а самый главный результат работы – и цифровизация, и привлечение новых кадров, и стимулирующие выплаты, и новое оборудование, чтобы все маленькие пациенты были здоровы, ну а в коридорах, чтобы всегда было пусто. Служба информации Юлия Короткова, Василий Лысков. Участники программы «Время героев» познакомились с работой Дома народного единства. Программа «Время героев» реализуется в высшей школе государственного управления РАНКИКС, президентской академии на базе мастерской управления СЕНЕШ. Благодаря этой программе участники СВО проходят обучение и получают практический опыт государственного управления для последующей работы в структурах госвласти и госкорпорации. В февральском послании Федеральному собранию глава государства подчеркнул, что именно те, кто доказал преданность стране, должны выходить на ведущие позиции во всех сферах. В образовательной программе «Время героев» принимает участие 83 участника СВО со всей страны. Более 20% участников программы представляют регионы Приволжского федерального округа. Я в первый раз побывал в Доме народного единства. Конечно, впечатлен масштабами, впечатлен мероприятиями, которые здесь проводятся. Очень много мероприятий проводится для моих боевых товарищей, друзей и братьев. Я здесь узнал, что мы, оказывается, давно уже сотрудничаем, просто не встречались. И Дом народного единства неоднократно помогал нашей бригаде, моей бригаде, которой я был командиром. Это 16-я бригада Сормова. И я вижу, насколько люди заинтересованы и готовы, и будут сам принимать участие, зная где, что, куда, точечно, когда, какие необходимые мероприятия сделать. Отрадно, что у нас в Нижегородской области сегодня два участника этой программы посетили Дом народного единства в рамках тех стажировок, которые сейчас проходят. И напомню, что у одного из участников, у Евгения Ченцова, наставник наш губернатор, Глеб Сергеевич Никитин, поэтому важно было и Евгению Ченцову, и Владимиру Анисиму познакомить с деятельностью Дома народного единства. Не просто рассказать то, чем мы занимаемся, а и с коллегами наладить контакт, потому что у нас есть очень много проектов. Еще одна группа добровольцев из Нижегородской области отправилась в учебную часть для подготовки к службе в специальной военной операции. Добровольцы – представители разных регионов, люди разного возраста, имеющие абсолютно разные профессии, разный боевой опыт, но общее желание помогать своей родине. Напомним, государство обеспечивает добровольцев всестороннюю, в том числе материальную поддержку, и помогает их семьям. 1 августа и до конца 2024 года единовременная материальная поддержка повысится. 400 тысяч от Минобороны, 500 тысяч от региона и 305 тысяч от города. Итого, единовременная выплата для тех, кто заключает контракты в военкоматах Нижнего Новгорода, составит 1 миллион 205 тысяч рублей. В Нижегородской области работает механизм заключения военно-социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Находясь дома, я все равно чувствовал, что я нужен своей родине, нужен своим братьям по рожу, с которыми я служил. Поэтому у меня есть мотивировка идти до конца, и за моих друзей, и за мою семью. Надо вставать и показать им, что мы можем. Победа будет обязательно за нами, потому что правда, она не может проиграть. Потому что патриот, идейный немного. Друзья у меня там воюют. Медкомиссию проходишь за один день, все в одном месте, все быстро. Сергей Сузинов, агроном со стажем, родился, вырос и много лет работает в Шаранском округе. Еще в юности стал изучать сельское хозяйство, и вскоре это увлечение переросло в дело его жизни. Но, несмотря на колоссальный опыт, говорит, что всегда открыт новым техникам и знаниям. Поэтому специалистов Минсельхоза ждал. Коллеги всегда поделятся опытом. Мы больше учимся, стараемся лучше перенять. Но, тем не менее, в этом году мы посеяли яровую вику на семена. Это для нас впервые эта культура. Посмотрим, как она получится. Очень бы хотелось, чтобы получить неплохой ружай. Вместе с министром сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николаем Денисовым аграрии осмотрели посевы кукурузы, пшеницы, ячменя и кормовых культур. А с полей отправились на строящийся по госпрограмме животноводческий комплекс на 625 голов, благодаря которому на дое в округе планируют увеличить в разы. Каждый день доим 7 тонн молока. Но в планах где-то к февралю месяцу выйти на 15 тонн молока, как минимум. Вообще комплекс должен давать к осени 2025 года уже где-то под 19-20 тонн. Совместный объезд полей и предприятий – добрая традиция. Местные сельхозпроизводители обмениваются опытом работы с новыми сортами культур. Способами почвообработки и современными технологиями по борьбе с вредителями и болезнями. Каждый анализирует, что же я делаю не так. И тем самым получается так называемая здоровая конкуренция, когда каждый из хозяйств хочет сделать, вернее не хочет, а желает получить результат. Стараемся жить именно развивать сельское хозяйство. Мы ставим перед собой цель в ближайшие годы достичь полного самообеспечения молоком области. И уже будем заниматься конкретно другими направлениями, которые нас в настоящее время волнуют. Это производство мяса, производство овощей. Благодаря традиционным встречам сельхозпроизводители не только делятся своими наработками и знаниями, но и развивают сельское хозяйство по всей области. Специалисты Министерства сельского хозяйства побывали в трех округах. Кроме Шаранского работали в Уренском и Шахунском. От предметов быта до техники. Очередной гуманитарный конвой в составе трех автомобилей отправился на передовую из Нижнего Новгорода. Координационный центр по поддержке военнослужащих и их семей, действующий на базе Дома народного единства, сформировал груз по конкретным заявкам из воинских частей. Акцент сделан на дополнительной современной технике, которая помогает выполнению боевых задач и инструментах для обустройства солдатского быта. Активное участие в подготовке гуманитарного груза приняло и бизнес-сообщество региона. С начала специальной военной операции правительство Нижегородской области и Координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства, отправил уже более 600 конвоев гуманитарной помощи в воинские части, где служат жители региона. Один из нижегородских военнослужащих приехал из зоны СВО в Нижний Новгород специально для того, чтобы принять гумгруз. Я хочу выразить слова благодарности от себя лично и от бойцов моего подразделения за гуманитарную помощь, которая была предоставлена правительством Нижегородской области, Домом народного единства. И вообще сказать спасибо всем, кто участвует в волонтерских движениях, кто помогает фронту, потому что это, безусловно, поддержка, которая дает силы нам двигаться дальше, двигаться вперед. Призываю все бизнес-сообщество сплотиться и помочь нашим ребятам приблизить победу. Объединившись на примере сегодняшней отправки, мы приблизим нашу победу гораздо быстрее.